Что потребуется здесь? В классике В классике Рекомендуется штамп Для механизированной уборки От метра двадцать до метра пятьдесят Вот примерно Но я вам скажу, что мы должны всегда смотреть На конкретные условия зоны Если здесь такие ветры Мы с вами пройдем еще Увидите, каждое второе и третье дерево будет обломано Если мы тупо подойдем Что вот это классика И надо метр пятьдесят Мы будем действовать неправильно Я думаю, что время для закладки первого яруса Пусть это будет на метр Достаточно нормальное Вот здесь они делали прищипку Видите? Прищипку С места прищипки образовалось два побега Два побега Значит, что мы будем делать здесь весной будущего года? Во-первых, запомните Орех обрезается только в активную фазу Когда началось сокодвижение Это конец марта Это апрель Это май До конца мая Уже будут листья, уже будут плоды Вы можете нормально обрезать орех Позже Если вы будете обрезать орех в сентябре, в июле Рана не заживает Образуется другое, дерево теряется Здесь надо закладывать, скажем, первый ярус Вы смотрите, во-первых Эта ветвь идет между рядами В дальнейшем она немножко опустится под весом урожая Она будет, возможно, мешать обработке Возможно, мы туда ставим ветвь чуть попозже Чуть повыше Мы будем работать с этой ветвью Это мы на кольцо срезаем Смазываем здесь после того, как закончилось выделение севы Так, а движение закончилось Мы смазываем У вас есть очень хорошие препараты Они называются ран нет Ран нет Или нет рам Вот это я видел курчат Ран нет, правильно Ран нет, да А у нас в Молдавии мы завозим гудрон-дебир Это композит из сосновой смолы, который работает прекрасно Он никогда не пересыхает, он постоянно пластичен И мы знаем, что орех это пустотелое дерево Если мы, значит, например, вот возьмем Так можем по ветке прогнать проволоку сверху донизу Пустотелое дерево И когда у нас, скажем, некачественная замазка Некачественный препарат И это отверстие, как открывается, попадает капля воды Капля воды попадает Замерзла, немножечко раздвинула Растаяла Капля пошла глубже Другая капля пришла И может получиться так, что вы Если, например, срезали дерево на какой-то высоте И до осени у вас эта рана не зажила То до следующей весны у вас может 5-6 почек быть уже мертвых Поэтому надо очень внимательно смотреть на эти срезы Если прошло какое-то время Вы человека с баночкой погнали Проверь, чтобы было все задело И эту работу надо делать адресно Не просто кому-то дали Кто-то пошел Кто-то ходил, не зная как А потом остались дыры Это надо, чтобы один человек отвечал за это дело Порядочный человек Потому что от этого зависит дорожное дерево Вот здесь у вас есть типичная вилка Проходи сюда Она образовалась после укорачивания Вилка Если мы ее оставляем в таком виде Она при каком-то порыве ветра Она просто вот так расширается Мы, естественно, какую ветру оставляем Эту ветвь или эту Мы оставляем правую ветвь Потому что она отходит дальше от крону Она открывает крону Это закрывает крону А это открывает крону Мы здесь режем на кольцо На кольцо И смазываем Ранлет Здесь мы подбираем почку Потому что если мы оставляем вот таком виде Во-первых, по физиологии развития ореха все эти почки будут спать, тронется в рост только вот эти верхние три Они будут в одном месте, метелочка небольшая Мы подбираем почку на внешнюю почку, скажем, подбираем Вот подбираем, отлично, вот эта почка смотрит в этом направлении Она открывает крон, она идет как раз по радиусу Если мы оставим эту почку, ветвь пойдет сюда, она будет крутиться вокруг Если мы оставим по глупости эту почку, ветвь пойдет над кроном и будем делать обезьянью работу Мы подобрали эту почку Вот тут напрягитесь и запомните Я буду здесь резать, вот тут я буду резать на кольцо Вот так А здесь я ставлю пенек, вот такой пенек Я буду резать вот таким пеньком Я весной будущего года буду резать большим пеньком и буду смазывать сразу ранен Потому что если я режу близко, секатор может быть хорошего качества Например, я секатор фелка швейцарский, они стоят 56 евро штука Я их затаю, каждый вечер человек собирает, затачивает и раздает на работу людям, которые работу проводят А потом, ну даже такой секатор, он может слегка сжимать И когда пустотелый стволик сжимается, он теряет, эта почка теряет жизненную силу И у нас может получиться, если мы срезали вот так, эта почка не разовьется А может развиться вот эта почка, которая полностью ваши планы нарушит И ваш побег пойдет внутрь крона Поэтому обязательно, обязательно надо резать с пеньком Вот, если я оставляю эту почку, я режу вот такой максимальный пенек Аж под верхний лист Понятно? На будущий год, когда мы придем, здесь будет побег И будет этот пенек, я этот пенек уберу и смажу ранен Значит, этот мы удалили и мы имеем первую скелетную ветвь А их должно быть 6-8 и меньше Вот тут вопрос, где мы делаем следующий срез Очень многие стремятся подняться повыше И в этом их беда Вот зона кронирования, для того, чтобы у вас пробудились И вот вам надо бы вот тут вот эту почку пробудить Так? Может быть, какой-то спящий вот эту почку пробудить Если мы будем резать здесь, я не буду спать вот до этого места Пробудятся 3-4 верхние Поэтому мы режем не больше, чем на полметра Мы смотрим, во-первых, куда направлено дерево Но здесь эта тычка нам немножко мешает Ну, в принципе, мы прикинули, что вот эта почка Она... Да, эта почка расположена нормально Значит, мы режем здесь большим пеньком Вот таким пеньком Смазываем ранен Значит, этот побег пойдет расти Мы должны запомнить, что тут ветры Как только он отрастет сантиметров на 15-20 Его надо будет подтянуть к опоре И слегка подвязать, подтянуть Возможно, для того, чтобы подстраховаться Вот у вас еще одна почка, которая идет вне тычки И хобби подвязать Мы лидера выберем позже Хуже будет, если он обломается У нас останется вообще... Пускай два лидера будет Они будут расти Вы к этому гибкому штырю Или к этой надежной тычке будете их подвязывать периодически Значит, здесь они имеют шанс обломаться Там они меньше шанс обломаться имеют Когда у вас, скажем, уже в июле месяц они будут одревесневшие, нормальные Вы один из них, который считаете, что они перспективные, прищипнете Все А на будущий год вы, естественно, когда будете обрезать Обрежете на кольцо Здесь будет побег И этот побег снова срежете не больше, чем на полметра У вас здесь будет масса побег За короткие обрезки У вас пойдут побеги здесь Потому что вы очень коротко обрезали Энергия дерева Значительная Вы убрали одну ветвь Вы здесь убрали ветвь Здесь обрезали Здесь обрезали Вы дали Избыток питания для этих почек У вас тут тронется в рост Возможно, и тут тронутся побеги в рост Ура! Они тронулись в рост Вы их не удаляете Вы их прищипываете Здесь везде прищипываете Но не слишком надо их оставлять, чтобы они отрастали 20 сантиметров прищипили Все Здесь Вы будете заниматься уже формированием кроны, яруса Вы имеете одну ветвь Вы должны заложить У вас будут побеги Этот побег Этот побег Этот побег Этот, этот побег По классике Мы не должны оставлять Скелетные ветви Из соседних почек Потому что, если это делается Скажем, вот это Вот это Вот это Вот это Вот это Это узел утолщается И Бывает, что в этом месте Дерево трескается Если вы это когда-то видели И лучше всего Когда это делается Через почку Через дверь Значит, вы оставили этот побег Я думаю, что совершенно нормально Вот этот, вот эта почка Она разовьется Она будет нормально работать Следующий Скажем, вот в этом направлении Сюда Потом вам надо подобрать Почку, которая будет расти Вот, вот эта почка В ту сторону Вы заложили Это Это первый ярус, считаем Вы имели одну Скелетные ветвы И сделали еще три ветви Здесь пошел побег Вы его через полметра укоротили Спиньком, как мы говорили И здесь снова будет Побеги из которых То, что у вас растет Вы это оставляете на скелетной ветви Да? А вот это вам не нужно И это не нужно Они отрастут вот такие И вы их прищипите Вы их не будете удалять Ничего не удаляется Все прищипается То, что вы избрали Вот, скажем Для будущей скелетной ветви Оно развивается Растет Вы его не трогаете То, что вам не нужно Потому что здесь Посчитаем Одна, две Две Три, четыре Пять, шесть Семь Восемь Девять Десять Одиннадцать Двенадцать Тринадцать Четырнадцать Пятнадцать Шестнадцать Шестнадцать почек Я вас уверяю Что все они тронутся в рост Если я буду резать так Если буду резать там Тронутся в рост только верхние почки Так Вы оставляете три ветви Которые будут дальнейшем Скелетными А остальные Двенадцать Вы не удаляете Вы их всех прищипаете Солито сколько раз можно прищипать? Сколько надо Вот это надо было прищипывать Прищипывать еще Раньше, когда они тронулись в рост Надо было, скажем Вот эту ветву оставляете А эту надо было прищипить Недели через две, да? Да нет Если она отрастает, начинает То есть она не растет Зачем недели через две Она, значит, вот Вы прищипили Из этих почек Вот эти тронули Вот она была, видите Она не была прищиплена Она была подрезана Я думаю, что они здесь Не прищипали Они просто укорачивали Это неправильно Ну, будем говорить Что это прищипит Прищипили Через две недели, видите Тронулись две почки в рост Это идет по делу Вы ее не трогаете Это идет не по делу Вы ее прищипили Потом это идет Себе идет Это если снова тронулись Через две-три недели Это позволит Энергию растения Дирекционировать В нужном направлении Потому что Если вы будете работать Здесь вот так Вся энергия остается И все, что созидается Деревом По делу А когда мы начинаем Уже резать здесь Резать здесь Вот этот побег Надо было прищипить его Когда он начал развиваться Один раз, второй раз И остановить Потому что Из одной точки А этот Идет нормальный Надо было с ним работать А вот такой угол Можно оставлять? Значит Этот угол Более 45 градусов Это 60 градусов Можно оставлять Сейчас мы дойдем И там где нельзя оставлять Так Так, где-то Мы будем еще одну штуку забивать Или нет? Здесь, скажем Достаточно низко Эти ветви расположены Достаточно низко Это 80 сантиметров Это маловато 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 Хотя, в принципе Я уже говорил Егору Что есть Обратно-коррелитивная Зависимость Если мы поднимаемся На 50 сантиметров И закладываем Скелетные ветви Над землей На 50 сантиметров На 10% Уменьшается Урожайность Вот если я заложу Скелетные ветви Здесь На 10% Почему это происходит Это Для докторской диссертации Комод Ну, в принципе Будем считать Что это достаточно низко Значит Что мы будем делать На будущий год Весной мы эти Побеги удаляем На кольцо Смазываем А это режем На высоте метр Подбираем почку Так, чтобы она Не конкурировала С этой тычкой И скажем Вот эта почка Вот эта почка И режем здесь Хорошим пеньком Смазываем Пойдут побеги Мы будем их Подвязывать наверх Здесь Мы убрали Три ветви Укоротили Центральный проводник Здесь пойдет Очень много побегов Мы ни один побег Если они будут Образовываться здесь Мы ни один не удаляем Мы их прищипываем А здесь Вот уже скажем Что здесь у нас Высота уже достаточная Отобьет побег Мы оставляем Если более Низко будет Мы их будем прищипывать Прищипывать на расстояние 15-20 метров Следующий побег Скажем Отобьет отсюда Вот Если этой тычкой Ему не помешает Или этот Один пошел В этом направлении Вот одна почка Через одну почку Этот пойдет сюда Побег Этот побег Где-то пойдет В этом направлении Ну вот тут Не мешало бы Чтобы эту почку оставить Видите Тычка Вот почему Эти тычки Они Нежелательны Они останутся Они будут работать Но в данном случае Эти гневи В сторону тычки Вот видите Все что будет идти В сторону тычки Вот эта почка Она не Она Она Одна Четвертая Будет спрогреть На будущий год Здесь Так Мы еще Найдем Вот это Например Ну это Мужская почка На будущий год Здесь будет Намного больше Урожая Разговор о том Чтобы урожай этот Оставлять Не в том Чтобы обогатиться И набить карманы Там Капустой Потому что у вас Наконец-то будет урожай Деревья растут Очень активно И Для того Чтобы их Немножко Притормозить Надо оставлять урожай Если дерево Слабенькое Где-то Какое-то дерево Пострадало По каким-то причинам Может подгрызли корни Майские крючки Такое может быть Потому что навоз И старый ставили Значит Уберите плоды Первый год Уберите Второй Чтоб дерево Нормально развивалось Полностью убрать Да? Полностью Так если дерево Слабенькое Уберите полностью И загружайте А если оно Вот развивается Так Он вымахал На 3-3 метра Значит Оставьте 3-4 ореха Значит Во-первых Есть такой момент Убирать плоды Это Суть кастрации Потому что Если есть плод Растение Значит Полностью меняется Отмен веществ Метаболизм Это как если Например У женщины Есть плод Она совершенно У нее развиваются Все вторичные признаки Так и у растения Если есть орех В нем развиваются Генеративные Репродуктивные Особенности Вот ко мне Обратился Например Один человек Из Дроки Говорит Мне там Рекомендовали До 5 лет Убирать все плоды Чтоб дерево Выросло И первый Второй Третий год Были плоды А я все удалял А сейчас Седьмой год Уже плодов практически нет И не образуется Значит Когда мы удаляем Воды Мы ориентируем Омолаживаем дерево И Долевая Доля Доля Ауксина Ростовых веществ Возрастает И дерево Омолаживается 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 Она забывает Что он должен Плодоносить И потом Она с трудом Вступает в отношение Какой на 8 Какой на 10 Год Надо чтобы Перегруза Не было Но чтобы Не было Выхоласчивания Вам надо Оставлять Какое-то количество Урожая В этом В будущем Году У вас будет Здесь Это пищеварский Он будет Настолько Хорошо Загружен Пройдем Николай Федорович А можно вопрос А это Дупло образуется Нет Это было Здесь было срезано Тут было укорочено Скажем Саженец был повыше Они укоротили Или потом На нормальный Побег перевели Здесь надо просто Смазать Замазать Замазать Они рано Затягиваются Вот видите Они рано Затягиваются Но если смажете Ран нет Или гудрон-депин Будет прекрасно Пройдем дальше Пока нас ветер Не унес Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин